Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю с вами поговорить на тему ашваганды. Я провел эксперимент в течение месяца, даже чуть больше, я принимал эту добавку ашваганда и получил определенный интересный результат, с которым хочу с вами поделиться. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Итак, вы знаете, что очень много то, что я даю на канале, информацию я пропускаю через себя и проверяю это на себе. Я ставлю на себе эксперименты, чтобы знать точно, о чем я говорю. Я поделюсь с вами результатом, который я получил в ходе этого эксперимента, буквально через несколько минут. Я расскажу о дозах, которые я принимал и что именно я получил, какие были ощущения в начале эксперимента, после эксперимента. И расскажу, какие именно я принимал добавки. Не реклама, просто поделюсь с фирмой, которую я принимал. Ашваганда – это лекарственная трава, которая считается адаптогеном, которая способна помогать вам бороться со стрессом. Были исследования, которые показали, что на некоторой группе мужчин, это было в 2019 году, показали исследования, что способна даже увеличивать уровень тестостерона. И об этом я расскажу еще подробнее дальше. Что такое ашваганда? Это переводится как «сила, запах лошади», то есть как бы подразумевает под этим, что если вы будете принимать эту добавку, вы будете, я надеюсь, вы не будете пахнуть как лошадь, но вы будете такими же мощными, как лошадь, как конь, как лошадь и такими же здоровыми. Итак, действительно, были проведены исследования, которые показали, что прием ашваганды смог повысить уровень ДГА в крови, а ДГА как раз способствует тому, что повышает тестостерон. И уровень ДГА повысился аж на целых 18% у контрольной группы, над которой проводили исследования. Уровень же тестостерона поднялся на 14,7%, друзья. То есть, что это имеется в виду? Это имеется в виду подъем свободного тестостерона. Сразу же в двух словах нужно объяснить. Для этого эксперимента я не сдавал анализы тестостерона, когда принимал добавку ни до, ни после, ни во время. Почему я этого не делал? Потому что повышается уровень свободного тестостерона. Чтобы сильно сложно не объяснять, это тот тестостерон, который доступен организму в данный момент времени. То есть он очень колебается в течение суток. Утром больше, в конце дня поменьше. То есть у мужчин колебания пика тестостерона приходится на утренние часы. И вы можете догадаться, чем лучше заниматься утром. Или в такое дообеденное время, ближе к обеду, не прямо рано утром, как только вы проснулись. Потому что рано утром большой уровень кортизола в крови, и тестостерона быть большого не может быть у вас. Но через несколько часов после пробуждения может быть пики вашего тестостерона. Для этого вы можете узнать подробную информацию, разобраться в этом вопросе. У меня, в принципе, были на канале видео на тему тестостерона. Можете посмотреть. Есть общий уровень тестостерона. Например, у меня сейчас на уровне 22 единиц общий уровень тестостерона. Сейчас такой же у меня, как когда мне было 18 лет. Да, мне еще 3-4 года. А уровень тестостерона такой же самый, как когда мне было 18 лет. Но свободный тестостерон, друзья, очень сильно колебается. Вот как раз эта добавка способна повышать этот уровень свободного тестостерона. И организм может сейчас использовать для каких-то своих нужд. Например, наращивать мышцы, сжигать жир, к примеру. Делать вас более бодрым. И вот если эта цифра повышается, это биодоступный уровень тестостерона, которым организм может пользоваться. Вот это очень круто для организма. Но пытаться поймать его лабораторным путем, друзья, это, в принципе, можно сказать, ну не выкачка денег. Ну, этим можно заниматься, но этим нужно много сдавать анализы. То есть, возможно, в течение дня нужно сдать несколько раз, чтобы понять какой-то нормальный уровень свободного тестостерона. В разные дни будут разные уровни. В зависимости от того, что вы там покушали, тренировались или нет. Как вы спали, это вообще очень сильно влияет. Высыпались вы, сколько было уровня стресса. То есть, чтобы вы понимали, так я не делал эти анализы, потому что они были бы абсолютно непоказательны. Мы бы ничего не определили этим моим анализом, потому что это очень непостоянная цифра. Но прием ашваганды, научно доказано, способен повышать уровень тестостерона. И это очень-очень круто. Поехали дальше, друзья. Вытекает следующее тут же. Ашваганда способна повышать уровень фертильности, особенно у мужчин. Было проведено исследование, на 75 мужчинах проверили. Прием 5 грамм этой добавки, корня ашваганды в сухом виде, 5 грамм. Когда я говорю грамм, значит это в сухом виде, если миллиграмм, значит в жидком виде. Потому что в разном виде бывает эта добавка. Так вот, 5 грамм в день способны были повысить у мужчин подвижность сперматозоидов. То есть, тем самым повышая фертильность. То есть, можно рекомендовать этот препарат, если есть какие-то проблемы, допустим, у мужчин с фертильностью. Для повышения способности к облаготворению, допустим, если вы хотите ребенка. То есть, может есть смысл попробовать попринимать эту добавку. Ашваганда способна увеличивать мощь и силу. Было проведено другое 16-недельное исследование, в котором прием этой добавки в виде 500 миллиграмм в день. То есть, это уже значит в жидком виде. Повысили силовые показатели у мужчин аж на целых 1%. Да, мне эта цифра тоже так себе понравилась. То есть, я думаю, как-то не очень звучит. Но хорошо, слушайте дальше. В другом исследовании в течение 8 недель прием уже 600 миллиграмм ашваганды показал увеличение силы аж на целых 1,5 раза. Друзья, вот это уже чуть-чуть более интересно, чем 1%. И увеличение мышечных объемов 1,5-2 раза. То есть, это были научные исследования, которые показали вот такие цифры. Как всегда, конечно, можно позадавать много вопросов. Я очень скептически всегда отношусь к таким цифрам по поводу исследования. То есть, насколько они были тренированы до этого или нет. Обычно проверяются на людях, не спортсменах. То есть, очень сложно определить это, как это отреагирует на нас. Допустим, на тех, кто хоть иногда тренируется. Вряд ли вы получите в 2 раза больше мышечной объема. Но такие исследования есть. Ашваганда способна повышать иммунитет и понижать количество воспаления в организме. То есть, снижать воспаление в вашем организме. Было также проведено исследование. И прием 12 миллиграмм этой добавки смог повысить количество клеток иммунных, которые борются с инфекциями. То есть, наверное, речь шла все-таки о повышении количества лимфоцитов или клеток текиллеров, я так подразумеваю. То есть, не сильно мне понравилось это исследование, но такое тоже было. Давайте остановимся немножко подробнее на противовоспалительном эффекте. Это всегда очень интересно. Так как, я думаю, вы знаете, я увлекаюсь, например, моржеванием. И метод Вимхоффа, например, я практикую уже больше года. И все они способны снижать воспаление в вашем организме. Вот еще один способ. Это прием ашваганды. Как показали исследования, на 125 людях аш. Прием добавки смог понизить количество воспаления в организме. И у этих людей были проблемы с ревматоидным артритом. Друзья, это автоиммунное заболевание, когда ваш организм бьет по собственным тканям. В данном случае это может быть, например, суставы или другие части тела. То есть, ревматоидный артрит – это автоиммунное заболевание. И, как показали эти исследования, то это может быть очень хорошим способом для борьбы с этой болезнью. Но в то же время, как и часто бывает в научных исследованиях, в научной среде, я находил исследования, которые говорили совершенно противоположное. Что наоборот, не нужно принимать эту добавку, когда у вас есть автоиммунные заболевания. Например, волчанка и как раз таки ревматоидный артрит. То есть, смотрите, друзья, есть те и другие исследования. Я должен вам говорить об обоих, вы уже принимаете решение. Ашваганда в Айурведе традиционно применяется как добавка, которая повышает память, улучшает умственные способности. И было проведено исследование, которое показало действительно некоторое улучшение вот этих способностей мышления, когнитивных способностей. Прием 300 мг и 500 мг давал неплохой результат на группе, над которой проводилось исследование. И все эти исследуемые, испытуемые показали улучшение определенных решений задач, определенных тестов. И тем самым были сделаны выводы, что способны улучшать вашу память. То есть, скорее всего, эта добавка может быть рекомендована людям, которые более такого преклонного возраста, для улучшения мозговой активности, для улучшения как раз таких процессов, для улучшения памяти и работы мозга. Друзья, если вам этого мало еще, ну хорошо тогда, давайте двигаться дальше. Ашваганда также еще и обладает противораковыми свойствами. Исследования на животных и в пробирке показали, что ашваганда, а именно вещество, которое у него содержится, витоферин, способны улучшать апоптос. Точнее, даже вызывать апоптос. Апоптос – это природный механизм, когда организм выводит плохие клетки из тела. Апоптос может быть также, например, связан с раковыми клетками. То есть, когда организм разрушает эти раковые клетки и выводит их с организма. То есть, апоптос в нашем организме должен постоянно происходить, в определенном балансе, допустим, с анаболизмом. То есть, если вы постоянно, как, допустим, бодибилдеры, постоянно думаете только о том, что нужно наращивать мышцы, они в свой организм постоянно вводят состояние анаболизма. И в этом состоянии практически невозможно, чтобы у вас происходил нормальный распад клеток плохих в организме. То есть, например, когда вы используете интервальное голодание, то как раз вот такие механизмы включаются на полную катушку. И об этом я записывал отдельное видео у меня на канале. Поищите, если вам интересно. Я об этом очень подробно рассказал и рассказал, какие лучше использовать способы и как это вообще работает. Так вот, апоптос очень необходим нашему организму. И действительно, плохие клетки, какие-то поврежденные клетки, организм выводят только в этом режиме. Когда вы не растете, как вот качки, как бодибилдеры, постоянно находятся в состоянии вот этого роста мышц. Нельзя находиться постоянно в этом состоянии. Тем более, если идет какой-то прием еще стероидов, допустим, когда искусственно вызывается вот это состояние. Так делать постоянно 100% нельзя. Иногда должно быть природные спады, когда организм разрушает свои какие-то клетки и выводит их из организма. Это очень важно в понимании, в принципе, здоровья. И очень важная информация, друзья, для вас от меня, как бонусы, стараясь задавать чуть-чуть больше информации, чем вы, возможно, ожидали в этом видео. Итак, друзья, плавно приближаемся к концу этого видео. Еще такая вам информация. Ашваганда, что доказано, также исследование, способна бороться со стрессом. Причем это не какое-то там эфемерное, да, вот такое что-то непонятное. Действительно, у людей снижается уровень стресса, уровень кортизола. Гормон – это уровень стресса. И по этим показателям можно померить, находитесь в стрессе или не находитесь. Просто можно сдавать эти анализы, да. Было показано, что у людей действительно уменьшается уровень кортизола в крови, а, соответственно, уровень стресса в организме. Не должно быть очень много кортизола в организме. Это, если очень много, это будет очень плохо, и может быть по огромному количеству систем в организме. Но кортизол – это не зло. Кортизол должен быть, но только должен быть в меру. И ашваганда способна как бы нормировать состояние кортизола, и это очень важное свойство, которое я считаю очень важно для понимания. Также самое ашваганда способна помогать людям, у которых есть бессонница. Она способствует тому, что вы более спокойно засыпаете, у вас в организме более такая среда, которая больше склонна к хорошему здоровому сну. Вам легче уснуть, вы лучше спите, и препарат не вызывает никакого привыкания. То есть, в принципе, потенциально может быть рекомендован людям, у которых есть проблемы с бессонницей. Теперь пару слов о побочках. Ашваганда считается очень безопасным, и она применяется уже огромное количество времени. Тем не менее, в Индии, это препарат, рожденный в Индии, уже очень давно это применяется. То есть, мы сейчас только начинаем об этом говорить, и то, наверное, мало людей об этом слышали вообще. А у них уже принимаются полным ходом. Но у них медицина так развита. Они знают много таких вот вещей, которым нам нужно поучиться у них. У них и у китайцев, на мой взгляд. Так вот, побочные эффекты. Беременным, кормящим, как всегда, все запрещено. Если вы не знаете, обычно им запрещается просто потому, что никто не проводил на них каких-то исследований. Так как на беременных и кормящих обычно не проводятся исследования, поэтому просто по умолчанию им запрещено. Но, скорее всего, это не запрещено. Я тоже не могу вам этого советовать. То есть, на ваш выбор, ваше здоровье должно быть в ваших руках. Вот такая вот информация. Так же самое противопоказание может быть всевозможные автоиммунные заболевания. Хотя я сказал, что ревматоидный артрит может быть хорошо так уменьшен по симптомам с помощью ашваганды. Но ревматоидный артрит тоже считается противопоказанием, как и волчанка. Волчанка – это тоже автоиммунное заболевание. Диабет первого типа также может быть противопоказанием приема ашваганды. Так же самое препараты, которые вы принимаете для щитовидной железы, для борьбы, для восстановления уровня сахара в крови. Эти препараты могут быть противопоказаны одновременно с ашвагандой. Поэтому нужно, если вы что-то такое принимаете, возможно, лучше проконсультироваться со своим врачом. Так как врачи обычно понимают по химическому составу, что есть в препарате. Так как в любом натуральном препарате есть определенный химический состав. В этом видео я покажу такой базовый какой-то список, который содержится в этом препарате. И врач может примерно понять, как могут вот эти химические вещества вместе комбинироваться. Потому что, друзья, любые добавки, БАДы – это не такой безобидный, как вы думаете, препарат. Возможно, думаете, я не говорю. Так же самое могут быть побочные эффекты. И нельзя злоупотреблять, нужно принимать все в меру. Принимать в меру. И я расскажу дальше, сколько я принимал. Какие дозировки я использовал. И какие вообще результаты я получил. Так, мои результаты. Когда моя жена узнала, что я буду принимать какую-то ашваганду. То есть я довольно молодой. И у меня хороший уровень тестостерона. Нормальный. Я тренируюсь активный. У меня все хорошо. Но эта добавка еще способна поднимать уровень тестостерона. И она способствует как повышение либидо, фертильности. Все это уже на моя напряглась перед этим экспериментом. Но я тоже не знал, что ждать, что будет. Мне было интересно проверить на себе. Я использовал примерно 450 мг в день. Прием 3 раза в день. Рекомендованная доза. Потом я принимал так 2 недели. И увеличил еще в 2 раза прием. То есть уже по 450 мг я принимал 6 раз. Или же по 900 мг 3 раза в день. 1350 мг, 2700 мг. То есть в этом диапазоне колебался прием этого препарата. Итак, что я на себе конкретно ощутил. Во-первых, было в начале, это можно отнести к побочкам, определенное ощущение некомфортно в животе. То есть примерно 2-3 дня, наверное, это было как какое-то вздутие. Было не сильно приятно. Мне, никому, наверное, не нравятся такие ощущения. И это можно отнести к побочным эффектам. Что по поводу тестостерона. Как ты ощущал ли какой-то прилив сил, возможно. Или у меня в тренажерном зале были лучшие результаты. Или что-то хотя бы наполненность мышц какая-то больше была. Поначалу было ощущение, как будто бы действительно стала больше наполненность мышц. То есть как будто как небольшой пампинг в организме. Но это было примерно, я очень внимательно наблюдал за собой, когда вообще делал какие-то эксперименты. Это было примерно первую неделю. Может даже дней 5 вообще. Но это могло быть связано просто с тем, что я больше, например, углеводов покушал в те дни. А углеводы это гликоген. А гликоген наполняет мышцы и печень. И вот эта наполненность могла быть связана просто с какой-то диетой определенной. Случайно, допустим, я чуть-чуть больше съел мучного. Больше хлеба или там, например, да, каких-то, не знаю, там, какой-то мучной еды или макарон, что-нибудь такое. То есть по поводу тестостерона я не могу сказать, что я ощутил какие-то вообще результаты в этом плане. По поводу, допустим, там какая-то сексуальная тяга, да, или что-то такое. Этого я не почувствовал абсолютно. Я бы сказал даже наоборот. Наоборот, какой-то был спад, я бы даже сказал. То есть у меня было какое-то спокойное состояние такое умиротворенное, я бы даже сказал. И действительно был какой-то очень спокойный, понимаете. Вот буквально уже первую же неделю я почувствовал это. И такой результат был практически весь месяц. То есть в течение этого месяца я почувствовал, что просто я стал спокойнее. Во всех отношениях. И даже вот, даже в сексуальных, можно сказать, да. То есть я просто был спокоен и как-то лучше воспринимал любой стресс вокруг меня. Даже вот я живу в мегаполисе, большой город. И как-то все было действительно спокойней. Я не думал, что настолько выраженный этот эффект. Друзья, и это очень хороший результат, на мой взгляд. Как для меня, мне даже это больше интереснее, чем, например, повышение тестостерона. То есть этот препарат способен действительно снижать уровень стресса. Вы просто как какой-то непробиваемый становитесь. Более спокойный. Я сам по себе спокойный человек, но стал еще более спокойный. Более уравновешенный, скажем так, да. Особенно если вы там за рулем ездите по большому городу. Вы знаете, что такое ездить за рулем. Это стресс. И как раз-таки вот ашваганда способна снижать этот уровень стресса. Ашваганда... Ашваганда... Ашваганда в аюрверде... В аюрверде... В аюрверде... В аюрверде... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова